Сегодня я расскажу о развитии экосистемы поставщиков, концепции устойчивого развития. Опять же скажу, что все те проблематики, которые сегодня озвучились, она нам близка. Но я, наверное, чуть больше здесь остановлюсь на тех моментах, которые также у нас стоят на повестке. Поделюсь тем опытом, который у нас есть сейчас, и по большей части где-то забегу вперед и представлю те проекты, которые у нас приняты к реализации уже в 2024 году. Но по традиции краткая справка об Иркутской нефтяной компании. Это независимые производители и переработчик углеводородного сырья. НК занимается геологическим изучением, разведкой, добычей углеводородного сырья на 54 месторождения лицензионных участках, которые находятся в Иркутской области, Красноярском крае и Саха-Якутии. НК постоянно совершенствует свою политику в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Крупнейший наш инвестиционный проект – это создание газохимического кластера в городе Ускуте, который включает в себя объекты по добыче, подготовке, транспортировке, переработке газа и Иркутский завод полимеров. На текущий момент в группе компаний НК работает около 17 тысяч человек. Что касается устойчивой цепочки поставок, то здесь Иркутская нефтяная компания реализует политику в области устойчивого развития. У нас создано специальное подразделение, я думаю, как во многих отраслевых компаниях, которое осуществляет процесс внедрения и управления устойчивой политики. На вашем экране представлены 8 приоритетных целей, которые выбрала наша компания для себя, и в области этих всех целей у нас разработано и действует 17 политик. Что касается политики и сферы закупочной деятельности, у нас утверждена политика по закупочной деятельности. В конце 2022 года основное содержание представлено на экране, каких-то особых отличий нет. Могу сказать, что при их разработке мы использовали лучший отраслевой опыт. Компании наши партнеры, с кем мы работаем, активно, соответственно, публикуют всегда это в открытых источниках. Поэтому, конечно, признаюсь сразу о том, что мы использовали только лучший опыт. Есть политика поведения поставщика, и, собственно говоря, в рамках данного направления у нас реализуется целая программа. Что касается статистических данных, то 90% всего того, что приобретает заказчик и предприятие, так или иначе превращается в отходы. Поэтому для нас влияние цепочек поставок, влияние на экологию, на другие аспекты жизнедеятельности, здесь нельзя недооценить. И поэтому, на наш взгляд, проактивно работающая компания, она должна задаваться изучать не только свои бизнес-процессы, но она должна изучать и бизнес-процессы поставщиков по всей цепочке поставок. Поэтому политика материально-технического обеспечения для нас, она ориентирована на защиту окружающей среды, на защиту социальной сферы. Ну и главным для нас является определение тех понятных, четких критерий системы оценки. И именно поэтому нашу работу в рамках устойчивой цепочки поставок мы начали с разработки системы параметров, которые положили в основу анкеты наших поставщиков на соответствии с G-критерием. Данная анкета содержит все разделы, это же, опять же, ничего, наверное, здесь нового нет, это абсолютно лучшие практики. Это лучшие практики отраслевого, это лучшие практики отдельных экспертов и экспертного сообщества. То есть это разделы касаются экологии, охраны окружающей среды, трудовые отношения, права человека, деловая этика и так далее. В прошлом году мы определили основной пул поставщиков и номенклатурный групп, по которому в первом скопе мы будем проводить обязательно анкетирование. Здесь, кому интересно, детально могу рассказать о методике. По-крупному, здесь использовалось две методики. То есть мы определяли наших стратегических партнеров по матрице кралича и, соответственно, оценивали те номенклатурные группы, при производстве которого наши, собственно говоря, поставщики наносят или могут наносить потенциально вред окружающей среде. Что касается вообще в целых наших приоритетных направлений по устойчивой цепочек поставок, для себя мы определяем их пять. Это рациональное использование товаров и сервисов. Это применение товара с ресурсосберегающими технологиями, увеличение срока службы единицы изделия, сокращение ненужных побочных эффектов, которые могут возникать при использовании единицы товара, нанося тем самым вред окружающей среде или увеличивая отходы от производства. И пятое – это снижение доли образующихся отходов за счет их повторного использования и переработки. Дальше следующее наше направление, которое также мы развиваем в рамках устойчивого развития – это создание экосистемы наших поставщиков. Создание максимально открытых доверительных отношений, которые будут направлены и на развитие наших поставщиков, на улучшениях и развитие их производственного потенциала. И таким образом мы будем формировать наше ценностно-ориентированное партнерство. Здесь уже на самом деле экосистему поставщиков мы начали развивать три года назад посредством создания личного кабинета контрагента. Сейчас на вашем экране представлены те сервисы, которые у нас уже реализуются. То есть, конечно, это участие в закупках, это с того, с чего мы начинаем знакомство с нашими поставщиками. Это получение пропусков, ГСМ, управление транспортными средствами на линии, заезд персонала, строительная документация, поставки и поручения. Как мы дальше будем развивать и какие шаги мы уже сделали в развитии наших поставщиков ценностно-ориентированного партнерства? Первое, это, конечно, задача по улучшению операционной деятельности поставщика. И здесь у нас есть два инструмента. Это проведение предварительного квалификационного отбора. Я долго останавливаться не буду, в целом это понятно. Это требования, те критерии, которые мы предъявляем к нашим поставщикам относительно их производственных кадровых ресурсов. То есть сравнивая каждый раз нашего поставщика с эталоном, мы понимаем, какие зоны поставщика следует доработать, так называемые точки роста и улучшения его конкурентной способности. Следующий инструмент – это управление эффективностью деятельности контрагентов. Здесь хлеб у своих коллег отнимать не буду. Следующий доклад как раз, мои коллеги, будет об этом. Следующая задача – это развитие потенциала поставщика, которое, по сути дела, включает в себя постоянное стимулирование саморазвития поставщика. То есть это наше вложение как крупного заказчика в человеческий капитал, в их организационные ресурсы. Попросту говоря, это первое, что мы проводим в этом году. Мы формируем полу обучающих материалов, которые мы как крупные заказчики можем дать нашим поставщикам. Прекрасно понимаем, что поставщики иногда ограничены финансовых ресурсов и нет возможности заказать какое-то отдельное обучение. Поэтому мы сейчас делаем подборку этой программы, которая начинает от промышленной безопасности, заканчивая финансовой грамотностью, развитием общих компетенций. Так называемая фитнес-программа для наших поставщиков, пройдя которую, они уже смогут понять, какие у них слабые места и что западает. И соответственно выстроить потом систему по дальнейшей конкурентной способности. То есть мы очень заинтересованы в тех поставщиках, которые действительно конкурентны на рынке. Мастер-класс «Один день из жизни подрядной организации» – это так называемый некий путь формирования позитивного опыта и взаимодействия с нашим заказчиком. То есть мы здесь соберем на единой площадке, пока мы выбрали целевую аудиторию, как подрядные организации, транспортные подрядчики. И соответственно наши внутренние эксперты пройдут по пути взаимодействия с нашими поставщиками. То есть условно от момента формирования заявки участия в тендерной процедуре и заканчивая процессом сдачи первичной документации. Соответственно поделятся своими лайфхаками, поделятся советами, как избежать лишних шагов, как избежать эпичных ошибок. То есть на это направлено данное мероприятие. Что еще? Третья задача, которую мы для себя ставим – это стимулирование соревновательности и в то же время кооперация между нашими поставщиками. Развитие конкурентной среды здесь особо останавливаться не буду. Я думаю, что каждый из нас, профессиональный закупщик, понимает, каким образом можно развивать конкурентную среду. Все инструменты сегодня также коллеги представляли, в том числе использование искусственного интеллекта. Что мы для себя здесь видим? Для себя мы видим приоритетным направлением усиление кооперации внутри и между поставщиками. И в 2024 году у нас намечен запуск портала партнеров. По сути дела, это место встречи генподрядчиков с субподрядчиками, поставщиков с субпоставщиками. Потому что генподрядчик, когда заходит в наш регион, соответственно, он испытывает проблемы с кадрами, с производственными мощностями и так далее. Соответственно, данным сервисом он может просто рассказать о своей потребности и попробовать найти тех партнеров, с которыми он будет работать в регионе. То же самое очень удобно и для субпоставщиков, которые понимают, или субподрядчиков, которые понимают, что они еще не настолько сильно себя чувствуют в плане производственных кадровых возможностей. Они не могут выйти с нами на прямой договор, но пока готовы попробовать свои силы в качестве субподрядчика. И на нашем примере была такая картина, когда наши субподрядчики потом становились генеральными подрядчиками. То есть они подросли, они увеличили свои компетенции, они уже понимают, как с нами работать и уже без рисков для собственного производства начинают входить с нами в прямые контакты. Ну и, безусловно, здесь можно развещать информацию о аренде техники, вагон домов и домов. То есть, соответственно, это общая такая внутри кооперация поставщиков, в которой прежде всего мы для себя видим ценность. Также мы концентрируемся, обращаем внимание на те инновации, на те новизну и ценности, которые может поставщик принести нашу в деятельность Иркутской нефтяной компании. Запускаем окно инноваций, ну и предложения о сотрудничестве. То есть это единое окно, куда вы можете обратиться своими предложениями в части инноваций. Далее, это все у нас, конечно, связано, безусловно, с автоматизацией. На самом деле, элементы этого у нас и так в компании были, но просто мы говорим о более полном, прозрачном и автоматизированном процессе. Когда мы получаем предложения от наших поставщиков, далее они уже направляются ответственным экспертам внутри нашей компании. И, соответственно, поставщики уже могут получить обратную связь на те альтернативные предложения, те инновационные предложения, которые они могут предложить нашей компании. Ну, также развиваем активно финансовые сервисы, это получение банковской гарантии, страховых компаний. Здесь также мы привлекаем сторонних компаний. Мы также рассматриваем возможности, в планах стоит возможность откликнуться на одну из позиций из нашего плана, потому что многие компании размещают свои позиции. Соответственно, здесь можно уже откликнуться заранее, таким образом попасть в этот список для рассылки тендерных процедур. В прошлом году мы запустили телеграм-канал «Закупки ЕНК», где мы также освещаем о наших особенностях закупочной деятельности, тех изменениях, которые у нас происходят, анонсируем наши закупки. Ну и последний момент, как я говорю, у нас вдохновение приходит на основе обратной связи. Для нашей компании «Абсолютная практика» ежегодно мы измеряем индексы PNPS, то есть лояльность наших партнеров. В прошлом году мы проводили массовый опрос по субъектам малого и среднего предпринимательства, потому что для нас это опорная база поставщиков. И также мы проводим опросы по работе нашей электронной площадки. Собственно говоря, вот та обратная связь, которую мы получаем от вас, она вдохновляет нас на какие-то новые сервисы. Ну и в заключение, она хотела сказать, что Иркутская нефтяная компания всегда открыта для прямых коммуникаций, для совместных проектов. Поставщики для нас это важная стратегическая основа ведения бизнеса Иркутской нефтяной компании. Ну и, как говорят, компания настолько хороша и сильна, насколько хороши и сильны поставщики. Поэтому мы абсолютно разделяем данную ценность и готовы развивать вас, развиваясь вместе с вами. Спасибо. И я хотела с этим задать вопрос. Проводите ли вы аудиты своих поставщиков и подрядчиков? И с какой регулярности, как отражаются эти результаты аудитов на дальнейшее с ними взаимодействие? Вы имеете в виду аудиты поставщиков-подрядчиков с применением критерий СЖИ? Конечно, да. Я отвечу, может быть невнятно прозвучало в докладе, о том, что мы только разработали анкету. На текущий момент мы проводим процесс автоматизации, потому что этот объем информации переварить, запросить, верифицировать, потому что мы здесь сразу идем по правильному пути. Если мы выдвигаем какие-то требования, мы должны понимать, что за этими требованиями стоит документальное подтверждение. То есть я тут говорю о наших планах, поскольку анкета утверждена, на этот год у нас запланирована автоматизация, после уже проведения автоматизации по выбранному пулу поставщиков, то есть я говорю сразу, что повсеместно мы эту идею проводить не будем, это большой объем, большая нагрузка на наших контрагентов, и хотелось бы, чтобы результаты в этой анализы были качественные, поэтому мы будем как бы степ-бай-степ, поэтапно идти. Скажите, а эта функция, она, ой. Спасибо. Еще один вопрос в догонку, извините, что он может быть не вполне в тему. Хотелось бы узнать на протяжении, скажем, двух десятков лет, какая динамика компании по добыче нефти? А у меня на слайде это было? Примерно. Видите, я не обратил. Ну вот наши объемы добычи нефти и газового конденсата представлены, понятно, здесь определены периоды, где мы испытывали ограничения по ОПЕК+. То есть это, скажем так, не наш потенциал, это фактическая добыча, которая как бы определенным образом ограничивается. А вот вы говорите, повестка ESG. Вот как вы ее можете оценивать, например, если большинство оборудования, которое поставляется, оно импортное. У вас подрядчики, вот вы называете поставщики, вот вы правильно говорите, поставщик. Поставщик это в основном подрядчик, он не производит оборудование. Повестка ESG это экология в процессе производства. И вот вы говорите, у нас нет там китайских, да, например, мало. Ну, конечно, китайцы, производители китайские, они не придут к вам под юридическим лицом китайским участвовать в тендере. Участвует российская компания, поставщик, который поставляет вам китайское оборудование. Для вас он как бы российский поставщик, а есть производитель. И вот вопрос, как можно оценить его ESG статус, если он сам ничего не производит. Большинство подрядчиков это просто компании, которые занимаются интеграцией, сборкой и поставкой оборудования. Они не могут, они вообще не знают технологических процессов, они не отвечают за производство. Они не знают, как ESG там, не ESG, они купили, сертифицировали. И вам поставили, как российский поставщик пришел просто, поучаствовал в тендере, выиграл. И поставил в Иркутскую нефтяную компанию оборудование. А вы говорите, вы оцениваете ESG. И как же вы их оцените? Я смотрю, Сергей Павлович уже два раза вернулся. На самом деле, коллеги, но у нас в приоритете выбор производителя. То есть, когда я имею в виду поставщики, то есть у нас внутренние процедуры, мы работаем только с производителями, а не вот перекупами. Сергей Павлович, дополняйте, потому что у нас здесь сложно что-то еще дополнить, когда мы работаем с производителями. Вопрос про китайских поставщиков очень интересен. Чем они пугают российских производителей? Если говорить в целом, на первый вопрос, процентном соотношении меньше процента. Потому что 0,5 на сегодняшний день. Что касается вопроса, что российские поставщики являются пакетжерами, да не всегда так. Например, на всем блочном оборудовании у нас 99% то и больше используются российских комплектующих. Поэтому все это прослеживается. Если говорить про перечень поставщиков, которые Валерия сейчас упомянула в докладе, и по которым, как она говорит, основные критерии были по объему и по влиянию на выброс, то я могу сказать, что к этим поставщикам в большей степени относятся трубные заводы, производители химической продукции и так далее. Все это локализовано на территории Российской Федерации. Здесь без сомнений все подтверждается, проверяется. Спасибо. Спасибо, Сергей Павлович. Субтитры создавал DimaTorzok